Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Я сожалею, конечно, и мне не очень удобно это говорить. И, возможно, это не совсем тактично. Стоит ли вообще это знать? Это как-то разочаровывает, то, что я сейчас хочу сказать. Но вот мой жизненный опыт показывает мне, что большинство людей вялые. Большинство людей проживает свою жизнь невесело. И не потому, что они попали в непреодолимо сложные условия, а потому, что они сами такие. Потому что вся система воспитания, вся система обучения, образования, семейной поддержки или не поддержки. Короче, все, что нас окружает, все обстоятельства. Система труда, зарабатывание денег, общественное мнение, средства массовой информации. Все формирует лохов. По сути дела, все формирует лохов. Это ни для кого не секрет, конечно, но звучит это не очень приятно. 90% людей, к сожалению, ничего не добьются. И при этом они остаются добрыми, милыми, хорошими, любящими людьми, которые заслуживают того, чтобы их любили. И все это понятно, никого не надо судить. Но если вы не хотите жить так, как эти 90% вы хотите выделиться, то надо посмотреть на этот заголовок, вот то, что тут написано. То, что тут наверху написано, вот здесь, наверху написано. Что если вы действуете, если вы действуете, то вы выше среднего уровня. Если вы хоть что-нибудь делаете, вы уже выше среднего уровня. Но если вы сидите в оцепенении, если вы напугались того, что вам сказали. Если вам сказали, вы только начали, а вам кто-то что-то сказал. Они все мокрые тряпки, которые нас мочат. Как только мы что-нибудь начинаем шевелиться, они говорят, не раскачивай лодку. Они говорят, не говори глупости, так всегда было. Да мало ли что было всегда. Наши родители понятия не имели о тех вещах, да я еще совсем недавно понятия не имел о тех вещах, которые сегодня в повседневной жизни, как само собой. Наши родители никогда в банкомате деньги не получали. Так что же нам банкоматами не пользуются, картами не пользуются, пластиковыми что ли. И так далее, и так далее. Но нам все время говорят, не лезь туда, не ходи, так никто не делает, это ерунда, у тебя не получится. Это вот и показывает массу примеров таких же лохов, извиняюсь за выражение, которые только попробовали однажды. Или может быть думали, что попробовали. Короче, к чему я говорю. Если вас остановят, вам кирдык. Если вы дадите себя, позволите остановить себя, вам хана. Мало того, что лень нам всем. Мало того, что нужно дисциплинировать себя. Мало того, что нужно разжечь себе огонь и такое кадило раздуть, чтобы в душе, чтобы ни дня, ни отдыха, покоя не было. Чтобы нужно было пахать как сумасшедшего. Так еще и останавливают. Кто останавливает? Близкие люди. Ты им предлагаешь, а они тебе говорят, ты дурачок. Ты им предлагаешь, а они говорят, да как вы надоели. Ты им рассказываешь, а они над тобой смеются. Но еще никто, слушайте, никто, никогда, начиная хоть какое-нибудь дело, находясь на голом месте, не имел права рассчитывать, что все будет хорошо. Ни при начале строительства завода, ни при организации нового государства, ни при начале малюсенького бизнеса, ни даже тогда, когда человек начинает изучать букварь. Обязательно какие-нибудь ухабы, ямы, какие-нибудь недостатки, какие-нибудь обстоятельства, которые нам мешают. Чего я вам рассказываю? И все время будут говорить, вам и говорить, и говорить, что у тебя не выйдет, не получится. И вот тот, кто сможет в этих условиях работать, тот, кто сможет в противовес этим всем людям, а они только и ждут, чтобы ты упал. Вот они тогда, я тебе говорил. Но при этом многие из них, надо отдать должное, только и ждут в надежде. Они никогда этого не покажут, но в надежде, в глубине души они ждут, что, а вдруг у него получится, я тогда тоже присоединюсь. Но виду не подадут, но наблюдают. Поэтому нам нужно их победить. Тот, кто действует, тот выше среднего уровня, значительно. А тот, кто не действует, тот на букву, я не знаю какую. Выберите себе самую букву. Я только что сейчас смотрел на ютубе свой канал, и мне какой-то парень написал комментарий. Комментарий я видеоролик разместил, заснял на видео, как я получил посылку из компании Дубли с бритвой. Брал. Эта бритва пришла мне, значит, она была отправлена 30 декабря, а пришла 10 января в Севастополь, в Бокаратон, из штата Флориды. Ну, 10 дней, считай, с учетом праздников. О чем я ей сказал? И сказал, что она обошлась мне, настоящая фирменная, перфектная бритва, супермодель, последняя от Браун, настоящая. Обошлась мне на 200 долларов дешевле, чем продается в магазине, которых еще и нет. В наших магазинах, в Украине, в лучших онлайн-магазинах. И он мне пишет, какой-то из Закарпатья парень, говорит, лохотрон разводил и обман. Там за неделю из Америки посылка, да еще на 200 долларов дешевле. Чего ты врешь? Вот бы я сейчас заплакал. Вот бы я сейчас расстроился. У меня бритва, вот я, видите, почти по бритву. И я бы расстроился. Да знаете, сколько я слышу? Я лично сколько слышу и читаю всякой фигни. Но сейчас, правда, перестали. А после того, когда я ушел из известной компании, мне вдогонку писали, какой я нехороший. Да мало ли кто, что нас думает и говорит. Люди, если мы будем к этому прислушиваться, прислушиваться, приглядывая, присматриваться и страдать по этому поводу, да пошли они все. Люди хорошие. Они ждут, когда мы их вот в эту, круг вот это их замотает, показать своим примером. Поэтому тот, кто действует, тот лидер, тот вокруг себя создает, создает вокруг себя круговорот, движение, энергию. И это движение как в воронку втягивает окружающих. Те, кто тоже имеет потенциал быть выше среднего. А основная масса отлипнет. Уйдет туда обиженная, расстроенная, несчастная. Будет там плакать и говорить всякие гадости. И даже когда ты разбогатеешь, он будет говорить гадости. И даже когда ты ему будешь помогать, все равно про себя будут говорить всякие вещи. Но тебе это до фонаря, до лампады? Извиняюсь, конечно. Я давно, как-то на большом мероприятии, много было людей, несколько тысяч, и я поступал и рассказал историю про лягушек. Всем известно, как две лягушки попали. Известная очень история. Но такая история, вот я... Жизнь научила меня, что самое сложное можно донести до человека простыми вещами. И самое лучшее, и самое простое, и самое ясное – это истории. Обыкновенные истории. Поэтому Иисус говорил с людьми, с обычными крестьянами, Он говорил притчами, историями. Идут по лесу лягушки. Толпа. Веселая команда, компания, дружные. Знаете, китайцы говорят, друзья по мясу и вину. Когда есть мясо и вино, все друзья. Как только трудности, так... Одни так, а другие плачут. А некоторые радуются. Так вот, идут веселые, чуть-чуть выпившие такие лягушки, шагают по лесу, счастливые. Так я рассказывал в Лужниках, в большой сцены. И вдруг две лягушки проваливаются в яму, да в такую глубокую. И на дно туда шлют две лягушки. Смотрят вверх. Там где-то высоко. А остальные свесили, смотрят на этих гремых. Головы свесили, смотрят, кричат им. Ребята, ну давайте, попробуйте. Ну и те начали прыгать. Прыгают, 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 прыгают. Ничего. Даже намека, что там. И вот они прыгают, а этим-то уже пора домой. И они им кричат сверху. Ну ладно, ничего у вас не выйдет. Ну не повезло, ну бывает. Ну на то мои лягушки, чтобы попадать. Ну бывает, но сидите там. Еще никто не выпрыгивал из таких ям финансовых. Например, из долгов. Знаете, доброжелатели, как говорят. И вот они говорят. И одна лягушка села, заплакала, схватилась за голову. Все, катастрофа жизни, кирдык, все. А вторая прыгает и прыгает, прыгает и прыгает, прыгает и прыгает. Смотрит на них сверху и прыгает. А они уже кричат, перекрати прыгать, дура. Ты не выпрыгнешь никогда. Никогда тебе не дудастся. Прекрати прыгать. Нервничают, злятся, потому что, ну что. А она не слушает их, прыгает и прыгает. И все быстрее, быстрее, выше, и выше, и выше. И в какой-то момент она раз, раз за какую-то корень, за какую-то палку, что-то так, раз по стенкам. И вылезла, вырос, выползла оттуда, грязная вся, в земле, в комик, счастливая, рот вот такой до ушей. И улыбается, дышит так тяжело. Они говорят, ты что, дура, мы тебе кричали, не прыгай, а ты прыгала. Она говорит, да. Вы кричали, не прыгай. А я глуховато, я думал, вы мне кричали, давай, 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 давай. Вот я и старалась, чтобы вам приятно было, видя, что вы меня поддерживаете. А вы, оказывается, не прыгай, дура, говорили. Чтобы действовать, надо быть глухим порой к тому, что говорит большинство. Тот, кто действует, тот обязательно выше среднего уровня. Все, что есть в вашей жизни, произошло в наших жизнях. Произошло только потому, что мы действуем. Наши дети есть у нас, потому что мы действовали. Какие-то деньги есть у нас, только потому, что мы что-то делали. Мы что-то знаем, потому что мы что-то изучали. Мы что-то видели, только потому, что мы туда поехали. Мы кому-то помогли, только потому, что мы встали, отодрали свой зад от дивана, пошли и сделали. Действуйте, и вы разбогатеете, и мы все будем богатыми. Всего доброго, действуйте.